Беларусь и Россия урегулировали все вопросы в нефтегазовой сфере. Об этом стало известно по итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Накануне главы государств провели переговоры в расширенном составе и формате один на один. Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших 10 дней. Мы действительно с Владимиром Владимировичем решили проблемы и по вопросам нефтегазового комплекса. Не буду повторяться. Мы договорились о том, что долго обсуждали проблему аграрную, но договорились о том, что она у нас в повестке дня Высшего государственного совета. Это также и как вопрос о промышленной политике. И мы в ближайшее время согласуем сроки и примем решения по этим вопросам и другим уже на заседании Высшего государственного совета. Мы, чтобы быть абсолютно откровенными, приличный промежуток времени уделили обсуждению проблем международной повестки дня, особенно тех вопросов, которые касаются нас, наших соседей, политики Европейского союза. Мы обменялись мнениями о взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки, как выстраивать эти отношения. Я, конечно, просил Владимира Владимировича, чтобы он не забывал и о Беларуси, выстраивая отношения с крупными государствами. Ему предстоят встречи в 20-ке. Я получил эту поддержку и заверение в поддержке нас на всех форумах, как это он делал и ранее. Мы очень много говорили о безопасности. И не только в связи с этим несчастным случаем это так было запланировано. Это основной был вопрос. Не нефтегазовыми вопросами мы начали обсуждение. Мы действительно основное внимание уделили давно запланированному вопросу безопасности наших государств. Я не буду здесь ничего конкретизировать. Вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность России и Беларуси. Уж слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек на планете. И мы договорились о совместных действиях по сохранению нашей безопасности в наших государствах. Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году. Перед Российской Федерацией президент пообещал, что в течение сегодняшнего и завтрашнего дня он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу. Еще раз хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день у нас не осталось нерешенных вопросов. Более того, мы смогли заглянуть в будущее функционирования наших экономик. Мы решили эти вопросы. Думаю, что в течение 10 дней, как сказал президент, наше правительство это все формализует и уведут наши экономики в нормальный ритм работы. Еще раз благодарю вас, Владимир Владимирович. Очень сожалею, что все так получилось, но мы должны держаться вместе. И народы это должны видеть, что мы сегодня с вами и продемонстрировали. Я вам благодарен. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина началась со слов соболезнований в связи за взрывом метро Санкт-Петербурга. Белорусский президент обратился к своему российскому коллеге и жителям города с сожалением, что переговоры омрачены трагическими событиями. Вы знаете мое отношение к не чужому для меня городу, к вашему родному Петербургу. Я действительно с большим удовольствием сюда приезжаю. Очень жаль, конечно, очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, дай бог, чтобы этим закончилось, потому что мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами. И дай бог, чтобы не было хуже. Я также хочу вам выразиться и соболезнования родным, близким, питерцам, которые очень болезненно, остро реагируют на подобные вещи, как и вообще наши люди славяне. Напомню, трагедия произошла на станции метро Синная площадь. По официальным данным, трагедия унесла жизни более 10 человек. Многие пассажиры получили травмы разной степени тяжести и ожоги. Счет пострадавших идет на десятки. В подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга подозреваются два человека. Они объявлены в розыск. Один из них заложил сработавшее взрывное устройство в вагоне, а второй оставил бомбу на станции площадь Восстания. СК России возбудил уголовное дело по факту теракта. Не остались в стороне и белорусские следователи. Накануне вечером они выехали в Санкт-Петербург, чтобы помочь российским коллегам в расследовании трагических событий. Группа направлена по поручению Александра Лукашенко. Тем временем в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим во время взрыва. Жители города на Неве несут цветы к станции метро, где прогремел взрыв. С глубокой болью восприняли белорусы эти трагические события. В посольство Российской Федерации в Минске люди приносят цветы и зажигают лампады в память о погибших. Когда это происходит вот так, из-за спины, втихаря, когда абсолютно невинные люди страдают, это сложно комментировать. В связи со взрывом метро Санкт-Петербурга открыта горячая линия. Как сообщили МИД нашей страны, прояснить судьбу близких, находящихся в этом российском городе, можно по номеру телефона горячей линии. На этом у меня пока все. Репортажи, эфирное видео, всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Звоните и делите своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра. Продолжение следует...